Ежедневный прирост заболевших COVID-19 в Алтайском крае по-прежнему высокий. По данным на сегодня, 16 сентября, в регионе заболели 750 человек. Медики отмечают также сезонный рост ОРВИ и по-прежнему настаивают на прививках. Много ли сейчас желающих привиться от ковида? Почему население не спешит прививаться? И действительно ли одновременная прививка от гриппа и ковида не несет осложнений для организма? Не только об этом поговорим в студии с главным нештатным эпидемиологом региона Ириной Переладовой и терапевтом городской 9 поликлиники Ольгой Сули. Здравствуйте, рада вас видеть. Начну с Ольги. Что в поликлиниках сейчас? Ажиотаж и вообще много ли больных? Кто прежде всего приходит с ковидом или ОРВИ? Все в рабочем порядке, ведется прием. Ну вот у нас Ирина Владимировна неоднократно говорила о том, что как только начинает у нас расти заболеваемость, так у нас люди идут активнее прививаться. Вот сейчас, да? Прошло там, допустим, когда мы с вами встречались недели три, сейчас такая же закономерность? За эти последние шесть недель стали достаточно активнее прививаться. Сильно активно идут или все-таки нет? Если было полторы-две тысячи, а сейчас одиннадцать-двенадцать, то... В неделю? В неделю, за неделю. Вот как вы думаете, почему все равно процент людей, которые идут на прививку, он небольшой? То есть у нас народ перестал бояться тяжелого течения болезни? Или вот все уже знают, что омикрон, он как-то легче переносится? По летам была достаточно стабильная, спокойная ситуация. Мы видим, что нет такого количества уровня летальных исходов при заболевании. И, наверное, сложилось сложное впечатление, что наконец-то пандемия заканчивается. Но, видимо, пока природа пустоты не терпит, пока мы на сегодня еще... Мы живем, жили и будем жить с этим возбудителем. Но, учитывая очень низкий уровень иммунной прослойки, менее десяти процентов в Алтайском крае, причем прослойки не только поствакцинальные, но и постинфекционные... Всего десять осталось? Конечно. А почему? Потому что иммунитет сохраняется всего шесть месяцев. При вот том, чтобы у нас была меньше заболеваемость, нам надо какой процент? Ровно тот же, как при гриппе, 60 процентов. 60 процентов. То есть у нас очень низкий такой процент. Очень маленький. Ольга, ну вы-то каждый день в поликлинике, каждый день на участке. Вообще желающих привиться стало больше? Много желающих. Чем сейчас прививаете? Какие у вас вакцины в наличии? Если мы говорим о ковиде, мы пока о ковиде. Люди идут, конечно, никому не отказываются, все делается. Гамм-ковид-вак первый компонент, через три недели второй компонент. Ну это спутник ВИК, так понимаю. Ну это спутник ВИК, да. Некоторые путают, что такое гамм-ковид-вак, это как будто бы какая-то другая вакцина. Нет, это спутник ВИК. Ну, желающих-то становится больше, как вот Ирина Владимировна говорит, как только начинается подъем, так идут или нет? Ну, объективно судить, я не скажу, чтобы прям все поликлиники были переполнены. Ну, прививочные, тем не менее, работают, работают вплоть с восьми до семи вечера, поэтому всех желающих мы рады видеть. Пожалуйста, идите, прививайтесь. Ну это ваши девятые поликлиники, я так понимаю, в поликлиниках любых можно сейчас прививаться. Любых, семь дней в неделю. Мы работаем. То есть и воскресенье тоже. И воскресенье тоже. А суббота, воскресенье график прививок? В принципе, у нас они укорочены, день идет в воскресенье, тем более сейчас в разгаре садово-огородные все работы. И суббота, и воскресенье, тем не менее, немножко индивидуальный. Ну, я думаю, что девятая поликлиника тоже озвучит сейчас свой график работы. Но, в принципе, до трех часов, как правило, в воскресенье работают все поликлиники края, не города, а края. И более того, вакцина есть везде. Все кабинеты у нас прививочные оснащены этой вакциной. Поэтому мы готовы к этой работе. Было бы желание. До скольки вы работаете? До трех часов с восьми. Да, да, да. Ну вот в любой поликлинике, мы сказали, можно привиться спутником ВИИ. Если год назад, да, у нас человек прививался двумя компонентами вакцины спутник ВИИ, то сейчас ему одним компонентом прививаться или все-таки двумя? Потому что спутника ЛАЙТ, я так понимаю, у нас сейчас нет. Вообще спутник ЛАЙТ – это аналог первого компонента спутника ВИИ или гам-ковид-вак для взрослых. На сегодня, пока мы не вышли из стадии спорадической заболеваемости, то есть у нас идет не спорадическое, не единичное. Мы находимся в условиях пандемии. Всемирная организация здравоохранения не снимает развитие пандемии. Поэтому, да, по эпид-показаниям мы прививаемся каждые шесть месяцев и рекомендовано прививаться двукратно. Двукратно все-таки. Многие спрашивают, а можно ли прививаться один раз? Есть такие ситуации. Один раз имеется в виду? Или первым компонентом можно привиться, или вторым. Разрешительные документы есть. Как правило, наши доктора идут навстречу, чем вообще ничего? Конечно, хотя бы одним компонентом. А кого мы прививаем? Здесь есть некоторые нюансы, связанные с особенностями течения заболевания какого-либо соматического, либо специфического лечения. Если человек получает специфическое онкологическое лечение, готовится на стационарное лечение или на химиотерапию, которая в последующем будет противопоказана, конечно, желательно, чтобы он хотя бы поставил одну прививку. Если у человека нет каких-то особенностей, если у человека нет каких-то определенных обстоятельств, все медики, все нормативные документы и инструкция по применению к вакцине рекомендуют ставить полноценный двукратный курс прививок. Каждые полгода. Пока каждые полгода. Каждые полгода. Где написано это? Чтобы у нас не было никаких разночтений, что вот на телевидении сказали, на самом деле такого нет. На самом деле есть санитарные правила, утвержденные в Минюсте Российской Федерации и обязательные к исполнению и юридическими, и физическими лицами. И вот эта технология постановки, она прописана именно там. В июне месяце этого года, 2022, Министерство здравоохранения Российской Федерации совместно с Федеральной службой Роспотребнадзора актуализировали методические рекомендации по вакцинации населения Российской Федерации против новой коронавирусной инфекции. И вот там доступным языком прописана как раз эта технология. Где их посмотреть? Никаких проблем найти эти документы. Они в открытом доступе на официальном сайте как Федеральной службы Роспотребнадзора, так и на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации. Ну а там, если вдруг кто-то не хочет, то одним привился, и то уже плюс будет. И бывают такие ситуации, когда действительно такое может быть. И самое главное, что даже одна прививка, если она ставится каждые полгода, она все равно спрогнозирует более легкое течение, ну и, наверное, повлияет на то, что все-таки каким-то образом предотвращен будет летальный исход. Ну и, говорят же, грипп возвращается, да? Причем грипп прогнозируют очень многие достаточно тяжелые. Есть вообще опасность заболеть сразу и гриппом, и ковидом, Ольга? Конечно, да. Ну, то есть одновременно такое тоже может случиться? Может быть, конечно. И вирус гриппа, и вирус коронавирусной инфекции. Конечно. И ренвалиду, да. Более того, как правило, если человек не привит ни от того, и ни от другого заболевания, или хотя бы от одного или другого, это течение может иметь фатальный исход для заболевшего. Потому как заболевают именно, есть такой термин, микс инфекции, вирусной инфекции, заболевают, как правило, старшее поколение, либо люди, которые имеют сопутствующую хроническую патологию легких, сердечно-сосудистой системы. Ожирение является очень серьезным фактором на развитии и на именно более тяжелое течение заболевания. Поэтому, конечно, такое может быть, и они не влияют, эти вирусы, друг на друга. Они развиваются самостоятельно и вызывают клиническое течение. Более того, усугубляют течение всех остальных коморбидных состояний и болезней, которые есть у человека. Да, вот вы уже начинали говорить о том, что, ну, неоднократно, опять же, уже об этом говорили, что можно прививаться теперь от гриппа и ковида одновременно. Ну, вот знаю такие случаи, когда человек поставил одновременно и ту, и другую прививку и, скажем так, выпал из рабочего процесса на достаточно длительное время. Ну, то есть, может такое вообще случиться, во-первых? И, может быть, все-таки лучше для человека как-то разделить постановку этих прививок? Мы второй год прививаем одновременно. Мы в прошлом году очень ждали этот документ, чтобы нам разрешил Минздрав России прививать именно одновременно. Почему? Ну, во-первых, люди уменьшают количество походов в наши поликлиники. Это тоже немаловажный факт. Это один вопрос. Второй вопрос. Это все-таки нагрузка на медицинских работников. И тогда, когда человек пришел, поставил две прививки, с одной стороны, он одновременно начинает вырабатывать иммунный ответ на две инфекции, что очень важно. А во-вторых, я тоже добавлю, о чем вы говорите. А второй человек хотел пойти, да не поставил прививку, и тоже выпал на один месяц. В первом случае, о котором вы сказали, всегда будет виновата вакцина. А во втором случае, все говорят, судьба. Так вот, поэтому нет доказанных случаев, и не могут быть они доказанными, что вакцина вызвала поствакцинальное инфекционное заболевание. Но не тяжело это для организма-то? Нет. Вакцины прошли клинические испытания, раз. Они закончены. Весь мир следит за эффективностью нашей вакцины. И мы видим, что многие государства тоже эту вакцину используют на своей территории. И, наверное, это только не потому, что здесь какие-то политические события. В первую очередь, это эффективность и безопасность этой вакцины. Но есть еще один самый главный момент. Мы с вами третий год работаем с этой вакциной и не регистрируем ни тяжелых, ни летальных исходов. Многие жалуются, ой, сердцебиение началось, а то, что у человека хроническая сердечная недостаточность последние 25 лет, это как бы не считается. То есть доктора наши начинают разбираться. Есть определенный формат тогда, когда на вакцину поступают. Ну вот, то есть поставил человек вакцину, ровно такая же ситуация, как вы говорите. А вот у меня и начинают перечислять. Только доктор-то знает, какие есть у человека плюсом заболевания. И вакцина не провоцирует течение каких-то хронических заболеваний. Просто если на этом фоне будет заболевание инфекционное, исход весьма и весьма неблагоприятный может быть. Поняла. Ольга, у вас таких случаев не было, когда народ поставил и потом заболел вдруг резко. Как вы вообще относитесь к тому, что одновременно предлагают ставить сейчас прививки? Ну вот смотрите, противопоказаний к одномоментной постановке вакцин от гриппа, от ковида нет. Сама я у вас личный пример также поставила, сижу. Ну я так понимаю, разные места вы поставили. Одна рука, другая рука. Да, ну небольшой просто дискомфорт в области инъекции был, верхняя треть предплечия и все. И больше ничего и не было. Все. Значит, что касаемо людей, которые поставили и сразу заболел. Нет, такого нет. Вот. Что могу сказать, что прививка, она в любом случае защищает. Она поставила, идет выработка антител, идет выработка иммунитета. И при случае столкновения с этим вирусом пойдет ответная реакция. Организм уже будет бороться. Поэтому не нужно бояться, нужно делать прививки. И все будет хорошо. Есть такое мнение же, да, что прививка от гриппа, она смягчает течение ОРВИ. Это вообще действительно так? Вообще никак не влияет. Вообще никак не влияет? Да. Ну вот это вот я где-то сегодня прочитала о том, что она смягчает. Конечно, хотелось бы вот при аудитории об этом сказать, но не хотелось бы давать ложные информации. Почему? Потому что, хотя вы очень правильный вопрос задели, вирусы гриппа и вирусы новой коронавирусной инфекции, и в принципе вирусы коронавирусной инфекции, они относятся к тем заболеваниям, которые вызывают группу острых респираторно-вирусных инфекций. И если мы у человека провели исследование, то, пожалуйста, там может быть боковирус, а при чем тут гриппозная вакцина? То есть вот ставим против конкретного возбудителя, против конкретного возбудителя и формируем иммунитет. Заключительный вопрос, он даже касается не вакцины, а того, с чего мы начали, собственно, с вами здесь беседовать с обеими еще до начала программы. Маски, да? То есть у нас Роспотребнадзор говорит, ну, по желанию, можете надеть, маску она лишней не будет. Вот вы, Ольга, человек, который ежедневно в поликлинике находится, потом уже Ирина Владимировна тоже скажет свое мнение, что скажете, маски стоит носить в обязательном порядке? Или, ну, вроде как бы омикрон не очень тяжелое заболевание, да и, собственно, может быть, прививку там кто-то поставил? Маски носить нужно. Во-первых, вы оберегаете себя, защита в любом случае будет. Маски одевать нужно. Одевать в транспорте, пошли в магазин, одевать, когда пошли на прием к терапевту, зачастую приходят наши пациенты 65+, и где ваша масочка? Вот, мне не предупредили, нет, уважаемая, давайте наденьте, защищайте себя самого. Абсолютно правильно было сказано. Я поддерживаю мнение наших терапевтов. Это правильное совершенно решение. Но я хочу еще один момент добавить. Есть правила ношения масок, своевременная их замена. Не нужно одну маску на весь сезон. В карман положил, и как только доктор сделал замечание или кто-то еще быстренько старую грязную маску надели, она навредит. Она навредит, потому что она сама в итоге становится источником инфекции. И человек, наверное, когда-то попав в какой-то контакт с внешней стороны маски, мы же ее как сцапали руками и в карман. И обе стороны, та, которая фильтрующая, та, которая гипоаллергенная, они становятся инфицированными. Вирусы все-таки выживают и выживают во влажных, теплых условиях. Поэтому самое главное, масочку сняли, сколько бы вы ее ни носили, полчаса, час, но не больше двух часов. Постараться надо ее заменить. Спасибо вам большое. Надеюсь, мы дали сомневающимся еще какую-то новую информацию по поводу того, стоит ли идти прививаться и носить ли маски. А я напомню, что сегодня мы говорили с Ириной Переладовой, главным нештатным эпидемиологом Минздрава Алтайского края, и Ольгой Сулис, участковым врачом-терапевтом Барнаульской поликлиники номер 9.